Ситуация в мире и в стране Такой формат физической подготовки, который мы пытаемся популяризировать и развивать Это то, что помогает уходить не просто от депрессивных состояний Это то, что помогает человеку вытащить себя за волосы Я вам приведу один маленький пример У родоначальников кроссфита, какими являются наши заглядные друзья-американцы Бун направления под названием кроссфит начался после 2008 года То есть, по сути дела, совпал по времени, по хронологии С тем самым кризисом финансовым, последствия которого, продолжение которого мы имеем еще и теперь И это, наверное, не случайно Люди средний класс Те, которые теряли в экономической непростой ситуации Не самые большие состояния Но те, которые позволяли им обеспечить достаточное качество жизни Приходили в кроссфит-боксы, кроссфит-залы Где, вернувшись к неким первородным методам тренировки Не в какие-то гламурные тренажерные залы С неким неровными тренажерами А там, где можно было взять в руки гирю Гантель, штангу Подтянуться на турнике Доказывали самим себе, что они еще что-то могут И посмотрите, куда развилась тема Сегодня не менее миллионы апологетов, так сказать, направлений под названием кроссфит в мире Сегодня Open Games, по сути, так сказать, негласный чемпионат мира проводит ежегодно И собирает тысячи поклонников И в месте проведения соревнований во всем мире Сегодня эта тема продолжает развиваться И Россия в этом смысле не исключение За последние два, два с половиной года Число сторонников, апологетов этого направления существенным образом возросло Сейчас не буду, так сказать, вас статистикой здесь утруждать Но скажу только одно Эта система физической подготовки набирает обороты У нас уже есть не просто комьюнити У нас уже есть достижения определенные За которые не стыдно, в том числе и на международной арене Поэтому я бы привлек ваше внимание И хотел бы с вашей помощью привлечь внимание Ваших читателей, зрителей, слушателей К тому, что сегодня очень важно начать заниматься спортом Причем и конкретным спортом Кроссфитом и функциональным многоборьем Которые в короткий период времени дают человеку возможность понять Что он может развиваться, он может сам преодолеть все проблемы и трудности Которые устают на его пути Не выступаю я на зимнем кубке Потому что в прошлом году, заняв первое место Пришли к общему решению Что стоит сосредоточиться больше на международных турнирах Основных, в первую очередь на Кроссфит Геймс Это самый главный международный турнир, который проходит в Америке И хотелось бы просто пробиться Быть первой русской атлеткой Которая прошла на чемпионат мира по функциональному многоборю Надо сказать, что в этом году количество участников онлайн-отбора у нас превысило 400 человек Принимали участие атлеты со всей России География очень обширная Понятно, что по численности участников лидирует все-таки Москва Но связано это в первую очередь с тем, что здесь больше всего клубов по кроссфиту И направление более развитое, чем в других местах Тем не менее, вот сейчас в финале у нас и Дальний Восток есть, и Урал, и Северные регионы Предельно разнообразная география А отбирали мы их ведь не по территориальному признаку, а просто по результатам, которые они показывали А скажите, пожалуйста, все-таки онлайн-отбор, он как раз вот и ущемляет востребования возрастной группы Не все хотят выйти онлайн, а хотят там оффлайн, к примеру, приехать, показать то, что они могут И скажите, вот все-таки это не ущемление городов-глубинок Потому что некоторые не знают, что вы отбираете именно онлайн по записи Ведь на самом деле онлайн-отбор, он введен для людей из глубинки, чтобы они могли поучаствовать Потому что ведь если мы можем за два дня только около 200 атлетов, а желающих всегда больше То должны быть какие-то критерии, по которым мы отбираем этих людей И вот здесь как раз мы могли бы сделать просто живой отбор оффлайн, пресловутый И назначить день, выбрать место, куда атлеты могли бы прийти, выполнить задание отборочное Но тогда как раз и были бы ущемлены люди из глубинки, которые не могут приехать Интернет сейчас уже, я думаю, не является каким-то технологической редкостью И у всех есть возможность записать видео, у всех есть возможность выполнить это задание И потом принять участие Новая всегда есть То есть соревновательная программа, она складывается по большей части Из классических тяжелоатлетических упражнений со штангой Из гимнастических упражнений, из циклических движений вроде бега или гребли Тем не менее мы стараемся на каждое мероприятие вносить что-то новое Некие новые двигательные задачи перед атлетами ставить Для того, чтобы они просто не расслаблялись на самом деле Не было такого, что они привыкли и все повидали Я не могу сказать, что будет на этих соревнованиях, потому что пока это тайно для всех И мы объявим финальное задание в группе А Оно будет таким, которого еще никогда в России не было В общем-то Сюрприз будет, да Вот, и мы его объявим только 7-го числа, пока я не могу сказать Но обязательно, обязательно И вот отличие этого третьего турнира заключается уже прежде всего в том, что Качество проведения соревнований будет уже совсем другим Этому способствует и наш соревновательный опыт как организаторы Мы специально для этих целей, мы проводить его будем в Ирговке в Легкоатлетическом Маниже И впервые будем там формировать спортивную площадку, которую до сих пор не формировали только на двух профессиональных турнирах, которые проводили С тем, чтобы и любители чувствовали, что они выходят на настоящую профессиональную оборудованную арену И это их мотивировало к достижению как можно более высоких результатов и удовольствию от того, что они здесь соревнуются И еще один момент не могу не сказать Нами будет сформирована около соревновательной инфраструктуры Не буду перечислять все Там будет естественное питание и спортивное питание, питание вообще И разного рода тренажеры Но один момент обращает на себя внимание Мы будем в режиме онлайн для всех участников и зрителей соревнований Проводить экспресс спортивно-медицинское и физиологическое тестирование Причем с использованием очень высокотехнологичного мобильного оборудования Я узнала про этот вид спорта, увидела, что много девушек занимается этим видом спорта И они все аккуратно сложены и пропорционально, гармонично сложены Мне это понравилось и нет такого большого уклона в силовые направленности И поэтому можно иметь более среднее телосложение И при этом поднимать более средние веса И еще быть разносторонне развитым в других направлениях Гимнастика, бег, кардио, все, что связано с выносливостью Кроссфит это метод физической подготовки Направление фитнеса, которое родилось и получило развитие в Соединенных Штатах Америки Родоначальник Город Каласман Ни в коем случае не покушаться на авторитет родоначальника Не, что называется, так сказать, право первенства в изобретении вот этого метода физической подготовки Мы не то что не собираемся Это просто некорректно, неправильно во всех отношениях Глубоко уважаем Глассмана и американцев Которые действительно предложили миру впервые в истории, пожалуй Сделать то, что всегда называлось общей физической подготовкой Самодостаточным направлением Каждый моноспорт всегда имел ОФП Как некий вспомогательный формат тренировки Чем бы ты ни занимался Футболист, борец, боксер, штангист Имел какой-то элемент общей физической подготовки Теперь с изобретением кроссфита Это стало самодостаточной дисциплиной Но кроссфит это фитнес И в мире развивается как некая, знаете, франшиза По большому счету это малый бизнес Даже не средний, малый бизнес Когда создается система аффилированных кроссфит-клубов Есть обязательные условия создания этих клубов В наличии сертифицированного тренера хотя бы одного Который должен пройти специальные курсы Которые, так сказать, организуют американцы же Разоначальники Получить сертификат Заплатить за аффилиацию клуба Независимо от того, что это Кроссфит-бокс в гараже Или достаточно приличный по размеру спортивный клуб Расположенный либо в ангаре, либо в фитнес-сентре Иными словами, это настолько, насколько направление фитнеса Настолько направление бизнеса Когда мы говорим о развитии направления бизнеса в стране Под названием Российской Федерации Тем более малого бизнеса Не знаю, надо ли в этой аудитории комментировать Что это всегда вопрос непростого свойства И, кстати, ваш вопрос о том, насколько это дорого стоит Он имеет тут такое прямое, правильное И, в общем, понятное нам значение У американцев такого вопроса не возникает Потому что это другой социум Это другой менталитет по отношению к тому, что за все надо платить И ничего бесплатно не происходит Но кроссфит вырос уже из фитнес-направления Если стали проводиться турниры мирового уровня Он перерастает и в некую спортивную составляющую В Российской Федерации спорт имеет определенную вертикаль Если нет федерации, то нет вида спорта Если нет вида спорта, то нет и федерации Кроссфит спортом быть не может, потому что это торговая марка И быть некорректным с точки зрения использования международной законодательной практики Это неправильно Нельзя нарушать международный закон Родилась идея Среди тех, кто является, безусловно, апологетами кроссфита Как метода физической подготовки И направления фитнеса под названием кроссфит Создать в России вид спорта Который может охватить и может быть организован как спорт Развиваться как спорт, а не как система просто аффилированных клубов Иметь свою федерацию, иметь свой соревновательный календарь Иметь возможность помогать развивать, в том числе и на бесплатной основе На детском, юношеском уровне и так далее Это направление физической подготовки Внести свою лепту в то, что сегодня опять вновь актуализировано Иметь на комплексу ГТО Потому что, например, в нашей аббревиатуре ГТО это Гераклеон тест по УФП И мы на этом настаиваем Какие бы указы в данном случае не подписывались И будем настаивать Потому что формат, который мы предлагаем, на наш взгляд Помогает готовиться к труду А теперь уже и обороне Наиболее эффективно Ну если американцы сегодня поставили кроссфит Как спортивную дисциплину В качестве теста по физической подготовке Во всех силовых структурах Почему мы должны отставать от них по этому поводу? Одним словом, функциональное многоборье Это спорт в Российской Федерации В основе которого Функциональный высокоинтенсивный тренинг Как метод тренировки Судя по тому, какие виды спорта Включаются в Олимпийские Кроссфиту сам Бог велел Быть в Олимпиаде Причем я вам более того скажу Если кто не знает Вот на Open Games Человек, который встает на верхнюю ступеньку призового подиума Награждается не титулом Чемпиона открытых игр Нет Его называют Ему присуждают титул Самого подготовленного человека На планете Вы когда-нибудь в каком-нибудь виде спорта Слышали о таком титуле? И если это так То это уже над Олимпийским чемпионом А если кто-то встал над Сам Бог велел войти в один формат Я уверен Они идут в этом направлении Очень уверен Ну, зимние игры Это на сегодняшний день Является одним из самых крупных Турниров в России Он очень значим для атлетов И все самые сильные атлеты Стараются участвовать В этих И в этом турнире Соответственно Также большая конкуренция Растет с каждым годом И удержаться на педестале Сложно Потому что Многие атлеты И спортсмены Из других видов спорта Переходят плавно В кроссфит Заканчивая свою карьеру По каким-то причинам Либо Просто видят в этом будущее Какое-то Своё личное Вот Поэтому Трудно удержаться Но опять же Любой атлет Любого вида спорта Придя в кроссфит И заявляю о том Что он в этом году выиграет Это ошибочно По моему мнению Да Потому что здесь Спектр упражнений Очень велик И Доминируя в своих Каких-то движениях Да Там поднятие штанги Либо там В беге В плавании Он будет отставать В других упражнениях Почему я пришёл в кроссфит Да Потому что Это Очень обильные Да Скажем так Много упражнений Обильность Их Просто Несоизмеримо Как говорится Ну вот Моё личное мнение Быть подготовленным Да То есть Это Лучше быть Во всех Практических Видах спорта Уметь делать Что-то Да На каком-то Уровне Чем быть Мастером спорта В одном Виде спорта То есть Когда тебе Жизнь заставит Побежать А ты только Штангу поднимал Ты не можешь Бежать Согласитесь Это будет Минус Или придется Плыть Там Или еще Что-то В этой ситуации Ты уже будешь Готов ко всему Вопрос такой Учитывая то Что Может быть Спорт Высоких достижений Соответственно Предполагает Специальное питание И возможно Сказать Граничащее Допинг Не допинг И так далее То есть Вот Каким-то образом Это выясняется Какие-то наблюдения Это первый вопрос И второе пожелание Вот у вас Прекрасное название Герплеон То есть Производная Геракл И Как вот Например Можно было бы Скажем Людям Которые Победили В чемпионате России Называть их Скажем Мистер Геракл Или Что-то подобное По аналогии Как с большим Триатлоном Айронмен Есть у нас В планах Причем Очень скорых Планах Формирование Вот такой Призовой Составляющей Которая И титул Будет иметь Определенное По названию Но Вы знаете Как вы говорите Геракл А вот я Как президент Фонда Гераклева Должен вам сказать В этом Слое Гераклев Ну как минимум Две богини Присутствуют Одна Гера Другая Клио А он Вы знаете Это как бы Включение В отличие От Ов Поэтому Можно и так Трактовать Вот эту Аббревиатуру Поэтому Тут немножко Знаете Мы так Хитроумно Поступили Но Согласитесь Слово-то Такое Впечатляющее Оно в тему Вписалось Мы традиционно С самого начала С первого Турнира Даже с того Который проводился В Туле Несмотря на то Что там было Очень холодно И некомфортно Проводим Допинг-контроль И этим Создали себе Достаточно Много проблем На самом деле И хлопот Но тем не менее Это наша позиция И как показала Практика Не ошиблась Потому что Тот же Кроссфит Начиная С Open Games Прошлого года Тоже подошел К этой практике Даже чуть позднее Чем мы Поэтому мы следим За этими вещами На самом деле Потому что Считаем Что это очень важный момент Особенно Имея ввиду Что движется Все действительно В сторону Спорта Высоких достижений Как вы верно заметите Мы Мы Вот этим Предзавтраком Решили Начать Собственно Серию Такого рода Мероприятий Потому что 2015 год Для нас год Очень интенсивной работы Но если хотите Это наш вклад В антикризисную программу То есть Вот есть Какая-то Экономическая тема А вот есть На наш взгляд Тема Которая не просто Не менее важна А гораздо более важна И вот эта Антикризисная программа Гераклеон Она будет развиваться Очень интенсивно Поэтому мы Планируем Как минимум Раз в месяц Если вам Понравились Наши пирожки И наши ответы На вопросы Собираться Вот здесь В этом уютном На наш взгляд Кафе И Будем говорить И о текущих мероприятиях О каких-то вопросах Выходящих за пределы Нам бы не хотелось Отвечать за всю Планету И за широкий спектр вопросов Которые не входят В нашу компетенцию Но мы точно можем Обещать Что вот Предмет нашего Нашей работы Нашей деятельности Мы готовы Освещать глубоко И во всех его ипостасиях